Приветствую вас. Я думаю, что ваш муж и вы, конечно, тоже боитесь. Боитесь тех примен, которые в вашей жизни произошли. И каждый из вас, в том числе муж, справляется с этим так, как у меня. А ваш муж справляется с этим вот так. Вы справляетесь с этим по-другому. И вы, безусловно, молодец. Ну, важно, как мне кажется, всё-таки понимать, что способов выйти из этой ситуации, как-то как бы их нет. Потому что самая ситуация стала результатом тех перемен, которые произошли. И неумение ни вас, ни вашего мужа обращаться с этими примерами и с теми чувствами, которые... появились теперь, например, у вашего мужа, допустим, по отношению к вам, например, и так далее. То есть это весьма важный момент. И мне кажется, что и сейчас вам бы со своим мужем можем бы поговорить, пообщаться. Может быть, с помощью психолога это сделать. Чтобы лучше понимать друг друга. Чтобы лучше понять, что происходит. Чтобы отдавать себе отсчет по тому, хочет ли вашему муж действительно гулять. Или ему просто страшно, что у вас вот такое сейчас заболевание. И он не знает, что будет с этим дальше. И он к этому оказался просто не готов. Такое, понимаете, тоже может быть. Мне кажется, что отключать это из поля зрения однозначно не стоит. Вам обидно и это вполне понятно и вполне нормальная реакция. Но непонятно, что же это ваш муж. Поэтому я думаю, что самым лучшим решением, которое может быть, это вам вместе с мужем обратиться к психологу для того, чтобы разобраться в себе, разобраться в ваших чувствах, поговорить и исходя из этого уже тогда предпринимать какие-то шаги и действия, что бы это ни было. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам сказать сейчас. Что есть? Важно договариваться. Ну, мне кажется. Мне кажется, что крайне важно договариваться. В сложных, непростых ситуациях и не принимать какие-то вещи по возможности наслушивать. Да, понятно, что это не всегда возможно. Вот. Поэтому, мне кажется, примерно так я бы вам ответил на ваш вопрос. То есть, не совсем. Для меня лично понятно, что вы имеете в виду, говоря, как выйти из ситуации. То есть, если под выходом из ситуации, вы понимаете переубеждение вашего мужа. И, там, значит, чтобы он сделал так, как вы хотите, я боюсь, что, ну, это немножко нет, немножко не та история, куда можно двигаться, если воспринимать эту точку зрения, если воспринимать эту ситуацию, точнее, как возможность для вас преследовать себя, преследовать свои отношения, да, там, допустим, свои чувства и так далее, то это более такой качественный момент, как мне кажется, более такой перспективный момент, более перспективный момент, более перспективный момент. Но в этой истории, так же довольно много зависит от того, в каком направлении вы хотите двигаться. Вот. Потому что с обидами можно поработать, отношения гармонизировать с мужем тоже можно. Но я бы, вот, на чём, на чём я бы, что-то заострил бы внимание, да, ваше, пожалуй, это на том, что вас с мужем, как мне кажется, отсутствует взаимопонимание, по, как мне, опять же, повторюсь, кажется, довольно-таки серьезным моментом. Вот. Я могу ошибаться в этом, мне кажется, что так. И, соответственно, идея моя загружает в том, чтобы постараться вашему мужу понять, что я буду проработать и проговорить ему. Да? Ну вот. Такая аудитория. Вполне возможно, что на выходе мы получим то, что ваши отношения с мужем могут претерпеть меня. Вполне возможно, что вы можете прийти к тому, что ваш муж не принимал вас, ну, безусловно. Как бы это печально и грустно не было бы, не было бы. Вот. А возможно, что и нет. Так или иначе, вам нужно лучше друг другу понять. Вот. Пока что, на мой взгляд, этого не происходит. И пока этого не происходит, я бы сказал, что ваши, ну вот, перспективы довольно-таки неопределенно. Потому что, ну, потому что, как бы, ситуация может по-разному повернуться, ситуация может по-разному обернуться, и вы можете не знать, как все будет дальше. Вот. Ну, наверное, вот такой ответ я бы хотел вам пока что дать с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения своего опыта. Вот. Тут еще у вас есть противоречия в какой-то степени, когда вы говорите, что мама предложила свою помощь. Вот. Я вроде как по помощи от него приняла, но отношения у меня с ней нехорошие. То есть тут еще мама замешала ее. И вполне вероятно, что ваш муж с вашей мамой быть не хочет. А ему не нравится, что вы прикладываете там и на него ответственность за, условно, ваши отношения с мамой. Вот. Ценности могут проявляться каким-то образом, особенным у вашего мужа. Вот. Опять же, бэкграунда есть определенные у ваших отношений с мужем. Потому что, мне кажется, что не будь у вас каких-то проблем на фоне, вряд ли бы эта ситуация вас зацепила бы так. Вот. Так что, вполне вероятно, что это продолжение некоторых длящихся проблем. То есть у вас здесь с одной стороны отношения с мамой, детско-родительские отношения, с другой стороны отношения с мужем. И смотреть на себя вот, ну, в это направление. В эти направления. А дальше же все зависит от цены. Сукаутер. Цены все такие, что усыдные сукаутер. Они все такие, что ответственность раздельна. Вот. Понимаете? Поэтому говорить о том, правильно ли его позиция и правильно ли ваша позиция, мне кажется, не корректно. Вот. Понимаете? Вот и все. Я все-таки настаивал бы на том, чтобы вместе с мужем обратиться к психологу и постараться друг друга понять. Именно понять. Именно понять. Вот. Не с той позиции, что переубедить, кто прав, а кто нет. А именно с той позиции, чтобы постараться именно понять. Ну, друг друга. Вот. А там дальше уже можно будет смотреть, как мы будем отнять. Ну, пожалуй, такой ответ. Я бы хотел вам да. На этом все. Я вам желаю всего самого доброго. Я хочу пожелать вам удачи. И надеюсь, что вы дадите обратную связь на мой. Ответ этот послужит вам началом работы над собой. Продолжение следует...